Ряд претензий и требований к краевым властям вынесли на Совете по инвестиционному климату представители будущего Мазарского целлюлозного комбината. Больше 10 лет прошло с начала работы, а комбинат по-прежнему в статусе будущий. Правда, в 2015-м там активизировали строительные работы. Очень важный момент, я завершаю, это вопрос логистики. И одним из важных факторов обоснования решения реализации проектов в поселке Мазар, потому что было 4 варианта размещения целлюлозного завода на территории Чеченской области. Почему это явилось? Это близость строящегося объекта, последующего работающих в производстве, действующего на тот момент пограничного перехода по кровь Калубуха. И с учетом данного фактора формировались и сроки строительства, и экономическая целесообразность, которая, к сожалению, на сегодняшний день не работает. Члены общественной палаты Забайкалья напомнили Георгию Трифонову о работе Совета по правам человека при президенте России в декабре 2015-го. В рекомендациях по итогам визита в Забайкалье ясно прозвучало. Направить ФСБ России предложение не открывать упрощенный пункт пропуска по кровь Калубуха и не организовывать постоянный, и предложить ООО «ЦПК Полярное» рассмотреть альтернативные варианты транспортировки своей продукции. ФСБ России воздержаться от действий по открытию пункта пропуска по кровь Калубухе, а также рассмотреть иные варианты организации экспортных потоков на данном участке российско-китайской границы. Однако, несмотря на это, правительство Забайкалья считает возможным обсуждать открытие перехода и планировать его в рамках проекта по открытию Амазарского целлюлозного комбината. Нам видней. Сами разберемся. Наличие пункта пропуска, там, покровка или как он будет называться в том месте, это является основным для того, чтобы этот проект был реализован по-настоящему, в полном объеме, был окупаемым, был эффективным. Есть проект строительства моста через реку Амур. Пункт пропуска, который планируется в рамках реализации этого проекта, он не совпадает с местом расположения пункта пропуска покровка, он будет ниже по течению. Главное – это решить вопрос строительства моста, а пункт пропуска появится автоматически. Как объясняют экологи, через пункт пропуска проще всего увозить круглый лес, которого в Забайкале осталось совсем мало. В 2015-м, начале 2016-го, правительство Китая полностью запретило рубки леса на Большом и Малом Хингане. Это горная цепь на границе с Россией. Постепенное снижение вырубок с 1998 года в регионе, граничащем с Могочинским районом, позволило постановить лес, бывший когда-то зоной экологического бедствия. Открытый пограничный переход поможет дружественному Китаю снабдить хотя бы частично за Байкальской древесиной 212 лесоперерабатывающих комплексов. Свой китайский лес рубить уже нельзя. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый, Анна Кулигина, ЗАПТВ.